Я еще раз повторю, шаббат, шалом! Пусть мир шаббата, пусть Божий мир субботы прибудет с вами. Мир того, кто сотворил это небо, землю, того, кто искупил нас, пусть прибудет в ваших домах, в ваших семьях, пусть Божье исцеление, оно придет как рассвет и в каждый дом, где есть нужда. И давайте мы встанем перед Господом и благословим. Благословим того, кто дал нам Тору. Богословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою святую Тору. Спасибо тебе, Иешуа, Тора, которая облеклась плоть, Тора, которая была изначально, которая пришла в этот мир и подарила нам спасение. Аминь. Итак, наша недельная глава. Кстати, вот очень интересный момент. Я могу в синагогах иногда не говорят аминь, те, кто молится. Аминь говорит зал, они соглашаются. Они говорят, да, мы согласны. Аминь. Адон мэлех навши. Господь, Царь Души Моей. Итак, смотрите. Недельный раздел Торы на эту неделю называется Талдот или Родословие. Вот порождение, вот рождение, вот родословное Ицхака. Это шестой раздел Торы. И он находится в книге Боришит или книге Бытие. И содержит стихи с 25 главы 19 стих по 28 главу 9 стих. Это сегодня нам очень удобно. Мы знаем, у нас есть главы, у нас есть стихи. Но еще когда-то, скажем, какое-то время назад, тысяч лет назад, не было вот этого разделения. И люди должны были понимать, где что находится. Представляете, как хорошо знать Писание и помнить, где что написано. О чем же говорит эта глава? Эта глава говорит нам, конечно, о рождении Ицхака. Почему? Потому что вот порождение Ицхака. Но в этой главе говорится и о рождении других молодых людей, Якова и Исава. И в этой главе говорится и о первородстве, но много чего интересного. Но вы знаете, что вот, готовясь к этой недельной главе Торы, я обратил внимание. Мы много говорим об Аврааме. Давайте мы будем честны, мы дети Авраама, нам нравится Авраам, мы изучаем его жизнь, мы смотрим на его поступки. Мы много говорим о Якове, который Израиль, потому что он тоже интересный. Мы смотрим на его жизнь, мы смотрим на его поступки, мы изучаем. Но очень что-то мало мы вспоминаем о Ицхаке. Он как-то так две головы, три головы, ну бум, пролетело. Вот так мы как-то так оп и пролетели. Но если мы посмотрим вообще на жизнь Ицхака, то уже тот факт, что он являлся частью вот этого великого Акидат Ицхак, помните, когда Авраам возложил сына своего на жертвенник, да? Мы говорим об Аврааме. А Ицхак, он как-то на втором плане, актер второго плана. Но если посмотреть в реалии, у Бога не бывает вторых планов. И я сегодня хотел бы в этой главе, где говорится о рождении Якова и Исава, о других важных вещах, все-таки вспомнить Ицхака. Почему? Потому что я думаю, что нечто важное есть в этом. Итак, смотрите. Кем был Ицхак? Ну, я жду вашей помощи. Он был сыном и отцом. И вы помните, как он появился на свет, Ицхак? Это было чудо. Это было чудо. Помните, да? Когда родила Сара? 60. Сара? Спасибо. Сара родила в 90 лет. В то время, как написано женское, у нее все уже прекратилось. И она смеялась. Она говорила, а льня ли родить сына? И поэтому Ицхак, это что? Смех. То есть, Бог посмеялся. Бог посмеялся над человеческим неверием. Бог посмеялся над человеческими стереотипами. Бог показал себя как Бога творящего, как Бога великого. Ицхак, сын, можно сказать, насмешка Бога. Это хорошая насмешка над этим миром, над неверием. Это насмешка над нашими страхами. Это насмешка над тем, что мир твердит нам, что это невозможно. Ицхак, сын невозможного. Понимаете? И что делает Ицхак в своей жизни? Давайте вспомним. Мы сегодня разговаривали с Виктором. И Виктор вот привел такой интересный пример. Я никогда не знал, что вот он сел, скажем, в пустыню, в засуху. А урожай какой был? В сто крат. Но согласно математике не может быть сто крат. Потому что зерно, вот это само колос, он может принести только трехкратную. Или девяносто девять, или сто два. А у него сто. Что говорит о чем? Опять о сверхъестественном. И мы смотрим дальше. Мы видим уникальнейшую историю любви. Уникальную историю любви. Я думаю, одна из самых красивых вообще в Писании, во всей Библии. Помните? Элизер идет и просит Господь, да? Бог моего господина Авраама. И он просит определенные моменты. И Бог что? Выходит ему навстречу. Он встречает будущую супругу нашего уважаемого Ицхака. И когда она едет, уже они едут обратно, да? Она видит его. Написано, что она падает с верблюда. Она просто увидела Ицхака и упала с верблюда. Ну, тут это была шутка, тут надо было посмеяться. Но сама идея. Вот мы что-то видим, знаете, и нас уже на ногах не держат. Вот оно. То есть Ицхак был таким, что даже не смогла она удержаться. Что мы видим дальше? Дальше уникальнейшая история любви, которую соединяет Бог. Бог берет девушку, откуда-то приводит ее навстречу. Что мы видим дальше? Дальше мы видим, что... С чем занимается Ицхак? Он откапывает колодцы. Как вы думаете, что такое колодец в пустыне? Что такое колодец в засушливой местности? Это жизнь. Он приходит туда, где люди берут колодцы и засыпают землей. Написано, филистимляне эти колодцы сравнивали и засыпали землей. А он приходит, и он откапывает те колодцы, которые выкопал его отец. Эти колодцы он не ставит там какие-то пункты, чтобы продавать воду. Эти колодцы открыты всем, что говорит о его сердце, что говорит о его жизни. Мы смотрим на жизнь Ицхака. Он родился. Если бы он не родился, мы бы не видели этого дальше. И мой комментарий, что он делает дальше? Он начинает опять копать колодцы. Его ученики, его рабы, потому что слово раб в то время это слуга. Это тот, кто ближний, начинает копать колодцы. И что колодцы? Какой? Живой воды. Это вода, которая постоянно обновляется. Это вода, которую можно поить скот, поить людей. И люди получают жизнь. Итак, Ицхак сын сверхъестественного, приносящий жизнь. А теперь давайте еще посмотрим на интерес. Я не зря зацепил ривку. Великая история любви. 20 лет она не может родить. Она бесплодна. Представьте себе трагедия. Такая великая любовь. Такая чудесная встреча. Такое просто невозможное сочетание обстоятельств. Они любят друг друга. Они живут ради друг друга. И она не может зачать. Это трагедия? А кем был наш Ицхак? Я специально зацепил, что он был насмешкой Бога. А теперь давайте посмотрим 25 главу, 21 стих. Борис Шит. Бытие. Откройте, пожалуйста, ваше писание. Если у вас есть гаджеты, откройте. Посмотрите, я правду говорю или нет. Ну, я могу ошибаться. 25 глава, 21 стих. Книга «Бытие» Борис Шит. Открыли? Следим. «И молился Ицхак Господу жене своей, потому что она была неплодна». Трагедия. Диагноз. Все. И что дальше? «И Господь услышал его, и зачела Ревека, жена его». Он опять прикасается к сверхъестественному. Он не просто делает что-то. Он обращается к тому, кого он знает. И знаете, в Писании говорится очень интересно, что многие говорят, что такое молитва. Порой говорят, молитва – это просто такая, ну, самая-то хорошая вещь, но она самая бесполезная, поэтому люди чаще устремляются к этой болезни. Все правильно? Вы проверили 25.1? Все правильно, да? 25.21. Как нет? 25 глава, 21 стих. Книга «Бытие». Не может быть. Итак, он начинает обращаться к невидимому. И что? И кто-то говорит, молитва – это бесполезное дело, люди просто делают, только делают, что молятся. И все. Ну, вы посмотрите, этот человек молится, 20 лет она не может зачать. И что происходит? И что происходит? Бог отвечает. Бог услышал. Бог отвечает. Рождение сыновей – это сверхъестественное чудо Божье. И вот в этом комментарии я обратил внимание на молитву. Знаете, в книге апостол Яков, брат Ешо говорил так, что «Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев». А потом, да, он помолился, и что? И дождь пошел. Но он был таким же самым человеком, как и мы. Потому что мы тоже люди сверхъестественного. Потому что за нас тоже заплачена дорогая цена. Потому что мы искуплены. Мы куплены дорогой ценой. Ценой у крови Машеяха. И наши жизни иногда это насмешка. Насмешка над этим миром, который уже говорит, да они уже должны давно уйти. Они должны давно уже пропасть. Они должны вообще исчезнуть с лица земли. А мы живем. Мы продолжаем жить. И мы как подтверждение живого Бога. Мы как Ицхак в этом положении. И что же делает Ицхак в этом трудном положении, когда нету сына? Когда нету потомка? Он молится. А потому что больше никуда идти. Потому что он помнит, как он родился. Он помнит Акидат Ицхак. Он помнит жертвенник. Он помнит ту жертву, которую Бог послал. Он помнит это чудо со своей женой. И как часто мы забываем это. Я говорю про себя. Я знаю, что вы все помните. А я порой забываю. Вот у меня есть такое понятие духовная амнезия. Забываю. Забываю, что когда-то Бог совершал великие дела в моей жизни. И я как-то так сегодня. Где же ты, Бог? А Он рядом. Он рядом. Он был рядом с Ривкой. Он был рядом с Ицхаком этих 20 лет, когда не было детей. И Он был рядом, когда дети родились. Все, что надо было делать, открывать свои уста. И один из таких мудрых верующих людей сказал, что верующие видят больше на коленях, чем неверующие, поднявшись на самую высокую башню. Потому что на коленях мы видим через время, через вечность. Мы видим уже конечный результат. Потому что вера, она есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. И очень часто осуществление ожидаемого – это наши действия. То, что мы делаем. Но мы должны быть уверены в том, кто высвобождает вот эти действия. И когда мы смотрим на эту главу, мы понимаем, что без рождения Ицхака не было бы рождения Якова. Но без веры Авраама, без его действия, без его отношений с Богом не было бы Ицхака. То есть мы зависим друг от друга. Мы зависим друг для друга. И это очень важный такой момент, который необходим. И в нашей жизни бывают моменты, когда опускаются руки, когда ты перестаешь молиться. Когда просто ты не видишь вот этих 20 лет ожидания. Ты смотришь и не видишь. И ты спрашиваешь, где ты, Бог? Где ты? И поэтому Бог говорит, смотри в Писание. Посмотри на этих людей. Посмотри на их жизни. Зарядись этим. Вдохновись. И иди дальше. И если я ответил, знаете, недавно я разговаривал с одним хорошим братом. И как-то я сказал, что вот у меня трое детей. И там есть проблемы, трудности. И он мне спросил. Неужели Бог не знает, что у тебя трое детей? Неужели Бог не знает этого? Я говорю, ну, наверное, знает. Он говорит, точно знает. И если он знает, он не оставит. И вы знаете, вот в этот момент, вот так вот пам, я вдруг понял. Ну, точно же. Ну, ведь правду говорит. Потому что это суета так замолнул. Мозги вот так запудривают, что ты не знаешь как. Ты смотришь трудности, тяжести, проблемы, трагедии. На самом деле мы живем в очень странное, такое тяжелое время. Но что говорит Господь? Да? Илья был таким человеком. Ицхак был таким человеком. И обратился к Господу, и что? И зачела ривка. И родила. И если в их жизнях произошло это. Я сидел и размышлял. Я понимаю, что и в нашей жизни произойдет похожее. Только что надо бы не унывать. Потому что, опять же, мы сегодня говорили с Виктором. И действительно, есть в Писании места уныния. Есть, но всегда после уныния идет выход. Там нету, что Бог говорит. Ну, будешь унывать, оставайся в своем унынии и умирай. Он говорит, всегда есть выход. Всегда ты сможешь подняться и идти дальше. Праведник, помните, я говорил, поднимется. Не просто упадет, он поднимется. Несмотря, он встанет. Потому что рука Господа с ним. Потому что он знает, за кем идет. И если мы смотрим на наших персонажей, на наших библейских праотцов, праматерей. Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ривка, Рахель. Мы видим, что они проходили через такие же трудности, которые проходили мы с вами сегодня. Ишоа проходил через такие трудности. В Гефсимании он говорил, Господи, доминует меня чаша сия. Доминует. Но все-таки Господь не моя воля, но Твоя. И я хочу закончить этот комментарий некоторыми, ну, одним изречением одного хорошего верующего, Машеиха Израиля. Его зовут Филипп Генри. И у него была такая молитва. Пусть все молитвы, самые обычные, или вызванные чрезвычайными обстоятельствами, совершаются по воле Божьей. Будут услышаны Господом. И приняты к Его великой милостью. И приняты Его великой милостью. И он советует, будьте уверены, исполняя ваш сокровенный долг, вы должны твердо держаться молитвой. Никакая душа не может преуспевать, пренебрегая этим. Обычно оступничество начинается тогда, когда человек перестает уделять достаточное время личной молитве. Вначале перенебрегается личная молитва, не заботясь о тщательности ее совершения. Затем наступает ее нерегулярность. И, наконец, очень скоро ее просто оставляют, как ненужное. А за этим следует все остальное. Пусть Господь даст вам силы, крепости в вашей личной молитве, в приближении к Богу. И посмотрите на Исхака. Исхак помолился. Что? История продолжилась. До следующей комментарии. Шалом!